Приложная клафта, охрана социализации. Пойдем посмотрим. Все, посмотрите. Показывайте, входные, выходные, двери. Мониторы здесь. Смотрите, мониторы показывают внутреннее пространство. Этажи показывают полностью. Класс. А у вас есть какой-то громкоговоритель, микрофон? Да, громкоговоритель там. Да, у нас есть радио-руска. Мы отдельно, там находятся. Мы изучаем ситуацию, используем систему стрелец-мониторинг, который автоматически оповещает. Голосовое сообщение. Ворота все видим, кто подошел, кто подошел. Ссылку сотрудников. Добрый день, уважаемые коллеги. Все ключи есть. Магнит ключи есть, сотрудники. Однозначно, что средства, которые будут выделены на организацию охраны школы с помощью ЧОПа, должны быть предоставлены учредителям нашей школы. То есть исполкома города Казани, отделом образования. Школа является муниципальной организацией. И все финансировано полностью на самые основные нужды. Они осуществляются с помощью исполкома. Мы не имеем права привлекать для этого другие какие-либо средства. К нам будут и всегда приходили, и будут приходить наши выпускники. Мы всегда рады им, и для них двери открыты. И мы надеемся, что эти выпускники будут приносить с собой мир. И будут нас поддерживать в нашей работе. Совсем недавно наши выпускники устраивали здесь мероприятие в честь одного из еврейских праздников. И это прекрасное начинание. Но, к сожалению, в дом пришла беда. Вы знаете, что вчера произошло. Я не думаю, что забор может спасти. И ЧОП не является решением вопроса. Пропускной внутриопекный режим обеспечен. Сотрудниками? Да. Ну, соответственно, сотрудники давали. Ну, что мы сигнализация. Я так говорю, вот там пожарная охрана, сигнализация работа. Противопокрикса. А вот эти две противопожарные двери? Две противопожарные двери. А у тебя есть обалт? Пульта охраны. Обалт. У тебя есть ключ от столовой? От столовой есть. Новую дверь. Давайте противопожарные двери, которые... Вспомните комитет вам с нами. А, столовая? Да, да, да. Как раз ты там пояснил, что было судебное решение. Да? Да. То есть у нас был иск прокуратуры, который был уже и порядок. Стояла обыкновенно котом дверь. Данная дверь была замена в рамках предстояния нарушений вывозных паспорт безопасности отраженных. Ну, я думаю, открывать мы тоже не будем. Там тенция. Да, там тенция. В прокуратуру района было внесено представление ранее. Нарушения в рамках данного представления были устранены. Данный факт подтвержден в том числе установка данных дверей. Также один вопрос, отраженный паспорт безопасности, это один из вопросов. Вопрос охраны. Частным охранным предприятием. Срок устранения по данным нарушениям не из тех настоящего времени согласно с паспорт безопасности. После сечения срока повторный проверка будет сухон на место для установления факта обеспечения охраны с помощью ЧОП. Вы назвали, фамилия и имя. Добрый день. Добрый день. Действия будут в классе. Класс закрывается. Брикады детей кругла. Если есть возможность, конечно, у класса. Дальше, значит, если человек проникывает этот класс. С применением, которые пытаются. Как закоротить промежутки времени, спрятаться под партой. Почему? С использованием результатов. Органом. Чехса прикрытия в этом плане. Действия, когда если террористы уже подготовлены были, как говорить и как спасти себя в различных моментах. Как часто проводятся такие инструктажи у вас? На занятиях по ОБЖ конкретно, то есть мы с учащимися. Да, здесь. Не планово. Не планово. Сейчас здесь. Чем тут в эвакуации проводится? Проводится. Проводится. Это регулярно. Здесь, на первом этаже, на углах решетки, что делать? Они не закрыты замком, там проволока висит. Для того, чтобы открыть, достаточно просто полкнуть ее вперед. А можете показать? Здесь не все из них застрелены. Нет, нет, здесь тоже нет. Нет возможности открытия. Здесь нет. Замок, да? У нас сегодня учеб-то не проводится в мединформатике, поэтому я прошу коллег не обобщать. А сколько еще времени осталось, чтобы они решили этот вопрос? Сказали, два года. Из двух лет сколько осталось еще? Данный срок еще не истек. Время для устранения нарушений достаточно. Сколько? Ну, месяц, два, три, полгода. Более года. Более года. Более года еще. Более года еще. Финансовый год у них еще есть, так скажем. Время для того, чтобы предусмотреть данные расходы и обеспечить достаточно. Еще последний вопрос тоже, опять-таки, прошу на Юлю смотреть. Вопрос такой. Зам. директора школы продемонстрировал нам, как дети должны быть покинуть данный кабинет во время ЧП. На окнах решетки никаких, то есть они заблокированы? Во-первых, мы не посмотрели это снаружи. Во-вторых, надо пригласить специалиста. Вы понимаете, что то, что где можно выйти, там можно и войти. Тут вопрос наличия замка, возможности открыть его ключом, наличия ключа. Все эти вопросы мы детально сейчас не рассматриваем. То, что он толкнул, и оно не открылось, это хорошо, значит, не смогут снаружи открыть и зайти. Понимаете? Тут вопрос о двух концах. Кто-то может из нее выйти, так же может и войти. Вообще решетки на окнах на первых этажах, это нормально или это запрещено нормативом каким-то? Запрета данного я не знаю, по крайней мере он не имеется. А вопрос нормальности все-таки вопрос специалисту Росгвардии, обеспечивающему безопасность. Он отвечает за эти вопросы. И все, что отражено в паспорте, мы сейчас обсуждаем с вами это только. Вопрос сейчас, если мы скажем, что решеток быть не должно, и везде начнут экспирировать, такого, конечно, не будет. Потому что вопрос безопасности, в том числе. Это кабинет информатики, с учетом этих особенностей, надо посмотреть отдельно. То есть, в данной ситуации, относительно к кабинету данной школе и к данной ситуации. Нормально, ненормально, сказать мы не можем. Это не наш... Вы же постоянно проводите проверки в школах Махинского района, да? Да. Вот чаще всего в школах какие нарушения с точки зрения организации безопасности? Это видеонаблюдение, обеспечение должного срока хранения, то есть наличие... Срока хранения чего? ...этизаписи. Вопрос организации безопасности на входе, безусловно. Поясните, как она должна быть организовать? Нет, вопрос пропускного режима, отсутствие доступа посторонних лиц в помещение в школу. Потому что, вы же понимаете, что можно техническими средствами обложиться со всех сторон, но присутствует человеческий фактор, кто-то отвернулся, отвлекся, и проблема, беда может... Зависит от человека, который стоит здесь. Поэтому так важно, чтобы это был обученный человек, имеющий соответствующие образования, ну, имеющие навыки и все остальное. То есть, можно технические средства обложиться с головы до ног, обеспечить забор 7-метровый, но дверь здесь все равно будет присутствовать. Или будет кто-то открывать. Мы правильно понимаем, оружие сотрудникам ЧОП не положено на Росгвардии, в котором тут должен дежурить, или разрешено? Для наношения оружия есть специальное разрешение. Они проходят образование, и сотрудники ЧОП, безусловно, имеют право наношение оружия. Не все, но... Обладающие, соответственно, срока хранения. Да, и лицензии. А есть у нас в Казани школы, где дежурит сотрудник ЧОП с оружием? Есть такие? К сожалению, на данный вопрос я вам ответить не смогу. Его можно адресовать или в исполком школы города Казани, или прокуратуру города Казани, потому что... Это вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok